Добрый день, наши дорогие подписчики! С вами семья Тюкаменных и наш канал Мясной Семейный Бизнес. Сегодня у нас вновь двойное видео. В первой части видео мы расскажем, как мы обрабатываем пашину. А вторая часть будет посвящена нашим питомцам, и мы расскажем, как мы делаем вкусняшки из жил. Два наших видео будут взаимосвязаны, потому что мы и в том, и в другом случае будем использовать пашину. Пашина – это незрачная часть говядины, мясо, низшие категории. Ну, вот так мы его можем в двух словах описать. Но если вы научитесь обрабатывать пашину, вы снизите значительную себестоимость ваших полуфабрикатов. И кроме того, фарш из пашины очень сочный. Вот так выглядит необработанная пашина с одной стороны. И с другой стороны. Вес нашей пашины 5,6 кг. Мы будем обрабатывать пашину, в результате чего отделим ненужный жир, обработаем мясо на фарш, выделим поперечную жилу, которую мы используем для сушки вкусняшек, для собак. И у нас в результате обработки получится обрезь, которую мы тоже продаем. Необработанная пашина имеет абсолютно нетоварный вид. Поэтому, если продавать ее вот так, прибыль с нее совсем минимальная. Мы покажем, как обрабатываем пашину мы, чтобы увеличить эту прибыль в разы. Первоначально нам надо удалить жир, который нигде использоваться не будет. Внутри этого жира находится лимфоузел. Еще раз покажем, как выглядит лимфоузел. Вот таким образом. Лимфоузел всегда находится вокруг огромного количества жира. Если разложить пашину, мы видим, что лимфоузел находился у нас в таком кармане. Теперь вот эту часть мяса с пашины нам надо удалить. Вот эту часть мы пока отложим, потом в дальнейшем также ее обработаем. Теперь приступим к обработке поперечной жилы. Вот она, эта жила. Будем ее потихонечку отделять. Но первоначально снимем сверху весь жирок, потому что, как всем известно, собакам жир нельзя, и мы сушим жилы для собак, поэтому тщательно зачищаем от всевозможного жира. Вот этот край мы кидаем в обрезь и тоже продаем собачкам. У нас с удовольствием такую обрезь для своих питомцев хозяева берут. И теперь снимаем поперечную жилу. мясо пока уберем в сторонку. Вот такая поперечная жила у нас получилась. Приступим к дальнейшей обработке. Теперь все маленькие жилочки, жирок нам надо удалить с одной стороны по шине. Пашина тоже разделяется на такие несколько волокон. И при обработке можно ее тоже разделить на части. Вот идет кусок мяса, и между ними такая тонкая пленка, которую можно обрезать. и по частям по шину обработать гораздо легче. Убираем по краям обрезь. Здесь в пашине еще есть поперечная жила, но она достаточно жирная, и мы ее не используем для вкусняшек. ее мы тоже снимаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok переворачиваем с другой стороны с другой стороны у нас есть такая тоненькая пленка которая очень легко снимается фарш мы ее не используем поэтому обязательно с этой части по шины мы ее убираем и отправляем в обрез мясную часть по шины мы используем фарш фарш из пашины всегда очень сочный вкусный и ароматный вот такой вот чистый кусок мяса те же самые манипуляции мы проделываем со следующим куском пашины тут все то же самое мясо у пашины идет слоями поэтому чтобы обработать ее чисто слои надо отделить друг от друга а и и Зачищенный кусок мяса отправляем для дальнейшей обработки на фарш. Это часть пашины, которая накрывала наш кусок жира. Сверху всего куска здесь идет такая жилистая ткань, которую нам необходимо удалить. Фарш ее мы не добавляем, она через мясорубку практически не проходит. Мы ее отправляем в обрез. КОНЕЦ В результате обработки пашины у нас получилось 3 килограмма 850 грамм чистейшего мяса на фарш. 175 грамм жил, который мы отправим в дегидратор. Чуть более килограмма, 1,030 кг обрез, который мы тоже продаем. У нас получилось 100 грамм жира, который мы добавляем в фарш. И 440 грамм жира с лимфоузлом, который идет на выброс. Я думаю, если вы не боитесь трудностей, видео по обработке пашины вам будет очень полезно. На этом мы с вами не прощаемся, а переходим ко второй части нашего видео, где мы расскажем про вкусняшки для наших собачек. Субтитры создавал DimaTorzok